Привет! Как дела? Сегодня в честь Дня памяти со дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году 1 июля исполнилось бы 59 лет, я хотела бы рассказать одну историю, которая со мной произошла в Лондоне благодаря принцессе Уэльской. Как вспоминают принцессу Диану в день ее рождения, я уже рассказывала вам, смотрите в предыдущем ролике, не забудьте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить все самые интересные истории Лондона. Так как в 2012, 13 и 14 годах я увлекалась посещением красных дорожек европейских и мировых премьер фильмов, 5 сентября 2013 года я попала на красную дорожку мировой премьеры фильма Диана «История любви». В основе фильма «Тайная история любви» знаменитой принцессы Уэльской, которая после развода с принцем Чарльзом влюбилась в доктора Хасната Хана. В главных ролях Наоми Уоттс, которая сыграла принцессу Диану, до Дианы она играла знаменитую роль «Честной куртизанки» и звезда сериала «Лост», то есть «Остаться в живых» Налин Эндрюс. Они показали всему миру одну из версий романтической истории британской принцессы к, возможно, самой главной и единственной любви в ее жизни, к кардиохирургу-выходцу из Пакистана Хаснату Хана. Этот день не предвещал ничего особенного. Я, как обычно, пошла в фан-зону для того, чтобы поснимать, пофотографировать пребывающих актеров картины, знаменитых гостей, режиссера, композитора и так далее. В общем, все как обычно, как я это делала всегда. И вот так вот уже практически время подходило к тому, что начиналась премьера. Гости уже практически все были в кинозале. И какая-то женщина, проходя по красной дорожке, так вот как-то скромненько подошла к нам, к фанатам, к фанатам, и говорит «Does anybody by their own?» Я сначала смотрю на нее, что она хочет. Ну, не понимаю. То есть она что-то сказала, но я не расслышала. Она спрашивала, кто-нибудь хочет, один человек, кто-нибудь один есть, тот сам по себе, который хотел бы пойти со мной, потому что мой друг не пришел на премьеру. Ну, что-то там случилось, не смог прийти. Я такая «Ай-эм! Ай-эм!» То есть я поняла, что она хочет. Ну, там просто очень громко все было, шумно, все между собой разговаривали. И никто, в принципе, ее там так и не заметил. Женщине было около 70 где-то лет. Как оказалось потом, она была критиком Бафта. Это знаменитая британская кинопремия наподобие американского Оскара. То есть она шла на эту премьеру, на эту картину смотреть с критической точки зрения. Но мы с ней там потом уже поговорили. То есть я была... Я вообще была неподготовлена. Если честно, я была в какой-то синей футболке и белых шортах, насколько я помню. И у меня была сумка. Вот эта вот сумка. Я ее специально подготовила. Она уже такая старенькая. Фиорелли. И я ее поставила вниз перед забором, чтобы никто ее не пинал и чтобы она мне на плече не мешалась. Потому что я когда снимаю, руки должны быть устойчивы. А если будешь дергать плечом, то, ну, камера будет шататься. И она увидела, ну, потому что сумка вот так вот стояла. И она увидела эту сумку. Видимо, благодаря этой сумке подошла к нам. Потом она мне рассказывала, говорит, вижу, какая-то такая сумка, ну, в принципе, дизайнерская вроде бы стоит. Ну, Фиорелли, это, по-моему, итальянский дизайнер, не знаю. Но мне нравится и качество этих сумок, и дизайн. Поэтому я всегда практически покупаю Фиорелли. В Тики Макси они стоят намного дешевле, чем новая коллекция, например, в Джон Льюисе. То есть такая сумка в Джон Льюисе стоит около 100 фунтов. Но когда проходят распродажи, и все, что было не продано в Джон Льюисе, отправляется в Тики Макс. И там я уже покупаю за, ну, 20, 25, 27, 30 фунтов максимум. То есть 30 фунтов это максимум, что я могу потратить на сумку. Это около 3000 рублей. Ну, это ладно, мы отвлеклись. Просто именно эта сумка сыграла роль того, что она подошла именно к нам, в нашу область, и предложила билет. И, в общем, я пошла в зал вместе с мировыми звездами смотреть этот фильм. И посмотрела его на английском. Тогда английский у меня еще не очень хороший был, наверное, upper intermediate. Тогда у меня еще был второй год моих английских курсов. Ну, что могла, поняла. Она со мной тоже сидела, разговаривала, что-то там рассказывала. Тоже я понимала что-то через слово. Ну, в принципе, диалог сложился. После этого мы с ней немножко пообщались, поговорили. Она сказала, что Наоми Уоттс, которая играла Диану в этом фильме, неправильно произносит акцент, не могла так сделать Диана. Неправильный поворот головы и так далее. В общем, раскритиковала полностью актерскую игру Наоми Уоттс. Но, тем не менее, я, допустим, благодаря этому фильму узнала, что была такая история. Потому что про Диану я мало что знала, особенно про всякие любовные перипетии. Кстати, сам профессор Кхан, с которым она встречалась, тоже полностью опроверг историю фильма и сказал, что все было абсолютно не так. Ну, это уже впоследствии после писали, после премьеры. И вот так мы с ней пообщались. С этой женщиной очень даже интересно получилось. Я ей сказала, что я занимаюсь репортерством, ее заинтересовало это, и что собираюсь поступать в университет на курс фильмейкинга. И так мы обменялись контактами и стали переписываться. После этого она меня пригласила на чай в английский закрытый клуб Royal Air Force Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Я не знала еще тогда про них. Это уж потом я стала на авиашоу ездить и узнала про военно-воздушные силы. В общем, в самом клубе я была в одном английском до этого, но мне понравилось. Там очень много всяких картин летчиков, самолетов, орденов. К сожалению, я тогда фотографии и видео не делала. И она меня пригласила на чай. Это был автоном-ти, как раз, по-моему, около пяти часов вечера. К ней еще пришли друзья, двое пожилых людей, мужчина с женщиной, муж и жена. Ну, ее возраст где-то в районе 70, может, 65. Они заказали такой прямо, ну, знаете, такой типичный английский автоном-ти. Какие-то бутербродики в нарезке и сконсы. Сконсы со сливками – это типично аристократическое английское блюдо. Но как-то я с ними пообщалась на тему палета, на тему фильмов. Они меня что-то порасспрашивали, что-то сами порассказывали. Было достаточно интересно. Вот так вот нечаянно леганено просто на улице познакомиться с человеком и выяснить, что он критик британской кинопремии. И попасть в такой закрытый клуб для простого людо – это было что-то из ряда вон выходящее. Просто, знаете, как случай. Это, наверное, случай. Естественно, весь автоном-ти она оплатила. И даже купила мне брелок там такой на память в виде значка Royal Air Force. Не помню, где он у меня. Возможно, где-то лежит дома. Я с мамой так постепенно отправляла какие-то мои сувениры домой. Надо спросить. Если будет возможность найти, я его вам обязательно покажу в этом ролике. Я сейчас пока записываю, я не знаю. Возможно, где-то артефакты у меня есть, чтобы вам показать и доказать. А то многие, кстати, не верят, что я была на скоте, что я была еще где-то. Пишут мне в комментариях, что я все вру. Так что очень интересная была у меня такая встреча. После этого мы с ней, по-моему, еще раз ходили то ли в паб, то ли в какую-то кафешку. Тоже сидели, общались. Ну, дамочка такая, из аристократического общества, в таких очечках Дольче Габбана. Живет где-то в районе Голландского парка. Она мне давала адрес, как-то приглашала меня к себе на чай. Но я не смогла поехать в силу каких-то обстоятельств. По-моему, я должна была сидеть дома с детьми. И я ей на Рождество в ответку прислала такую большую коробку конфет. Грильяж привезла тогда, помню, из России. Она была просто безумно счастлива. Потом пишет мне, как такое может быть? Мы с тобой едва знакомы, а ты мне такие подарки делаешь. Я думаю, господи, ты меня в закрытый клуб приглашала, угощала автономить и подарила такой брелок. А тут прямо, знаете, как ребенок радовалась тому, что я ей подарила коробку конфет. Прислала просто по почте первым классом. Кстати, по поводу первого-второго класса, чем отличается, тоже буду рассказывать. Ну, как бы я посчитала, что дамочка из аристократического общества, поэтому присылать лучшие подарки первым классам. Ну, и тем более тогда уже было почти Рождество, я хотела, чтобы пришло вовремя. В общем, так вот мне интересно было с ней пообщаться. И, ну, приятно было сделать такой подарок. Вроде бы, ну, чего там, коробка конфет. А человеку было очень приятно. Потом наши с ней контакты как-то потерялись. Не помню в силу каких причин. Ну, просто мы перестали как-то общаться. Я замоталась, а она, наверное, тоже там уже бафта подходила, наверное, заработалась. И потом уже как-то перестали переписываться. И так вот часто встречаются такие люди. Достаточно много у меня было различных возможностей и случаев, которые сводили меня с интересными людьми, с которыми я общалась, с кем-то уже распрощалась, с кем-то до сих пор поддерживаю контакты. В общем, Лондон — это город возможностей. Так что вот такие дела. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. С тех пор я ещё пару лет ходила на премьеры фильмов, а потом замоталась по учёбе, и уже мне было некогда ходить на фильмы. Да и с детьми надо было по вечерам сидеть. А премьеры фильмов в основном проходили по вечерам. Поэтому, ну, когда могла, выбиралась. В основном это были выходные. И вот последняя моя премьера была вот как раз «Король лев», куда пришли Гарри и Меган Маркл. Это был их первый выход после рождения Арчи. Как это было и как я хожу на премьеры, я как раз рассказывала в этом ролике. Если кто пропустил этот сюжет, смотрите здесь. Про другие премьеры фильмов тоже буду рассказывать. Очень много историй, очень много праздничных и восхитительных событий было у меня в лондонской жизни. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.